Сотрудники промышленных гигантов, управляющих компаний, лесхоза и детского эколого-биологического центра добрых традиций не нарушают. Из года в год они украшают город, высаживают деревья. Природа, в свою очередь, не оставила их без подарка, поблагодарила солнцем и теплом. Даже посчитали по тем деревьям большим и по вывескам рекламы, где конкретно наши деревья растут. А, где мы именно сажали. А зачем вы все-таки посчитали? Ну, чтобы знать, как наш труд, как сказать, в конечном итоге. Хорошо посадили, нехорошо, прижились, не прижились. Да, проработаем еще пару лет, дай бог, и будем сюда возвращаться вспоминать. Рябины, ели, березы, осины. До сегодняшнего дня за саженцами ухаживал Нижнекамский и Сабинский лесхозы. Именно там деревья готовились к посадке. Сегодня их высаживают возле главной магистрали, ведущей в промзону. Лет через 10 здесь появится настоящий лес. Поддержать акцию приехал министр экологии и природных ресурсов Республики Татарстан. Вместе с главой города они высадили больше десятка пушистых елей. Что такое полгектара леса? В солнечный день, это значит, около 100 килограмм улькислового газа будет захвачено этим деревьями. И примерно такое же количество кислорода посадит в атмосферу. Полгектара леса – это около 20 тонн пыли, которая будет принимать на себя эти растения ежегодно. И поэтому, когда идет такая высадка, когда идет она масштабная, это, конечно же, сказывается на общем состоянии экологии. Акция с красноречивым названием «Зеленый щит» проходит в Татарстане больше 11 лет. В этом году в Республике было высажено 200 миллионов деревьев, а сегодня в Нижнекамске – 2017 саженцев. Это почти один гектар леса. На протяжении последних пяти лет мы высаживаем более 15 тысяч, а в этом году почти 25 тысяч зеленых насаждений. И не только в районе санитарно-защитной зоны, но и в городской части, в наших селах, населенных пунктах. Поэтому вот это важная составляющая, посмотрите, как много людей, как много тех, кто в этом участвует. И взрослых, и детей. И результат можно посмотреть совсем близко. Я еще раз говорю, 11 лет назад это все казалось таким же небольшим, как и сегодня. А вот через непродолжительное время это уже вырастает в такой лес. Сотрудники лесхоза обещают заботиться за саженцами, как минимум, пока им не исполнится 5 лет. Регина Слюманова, Евгений Лозаев, Новости НТР.